Доброе время суток, друзья! В этом ролике я расскажу вам об еще одном способе создания ВПК-архивов для ваших модов. Чтобы сделать все в несколько кликов, нам не потребуются никакие консольные окна. Достаточно скачать старенькую программку под названием Source Multitool. Ссылка в описании. Скачав архив, распакуйте его в любое удобное место и пока отложите в сторону. Сначала нам необходимо подготовить файлы для будущего ВПК. Создайте пустую папку, название которой вы ей дадите будет наследовано будущим ВПК. Теперь копируйте в нее свои файлы и папки. Если это текстуры, то папка Materials. Если модели, то Models. И так далее. Когда все готово, запустите Source Multitool. Нас интересует всего одна кнопка. Кликнув по ней, мы откроем новое окно, в котором можно задать размер ваших будущих ВПК. Чем это удобно? Если в вашем моде десятки гигабайт, то куда практичнее будет разбить их на фрагменты, чем делать один жирный архив, который будет не так шустро подгружаться игрой. Посмотрите на игры Valve. Их архивы чаще всего разбиты на фрагменты до 200 мегабайт. Чего бы и я вам посоветовал. Выбрав нужный шаблон, остается лишь перетащить в рот этому монстру нашу папку с контентом. После появляется консольное окошко, и наши архивы появляются в том же месте, где лежала исходная папка. Осталось дело за малым, пихнуть контент в игру или ваш мод. Как вы помните, можно использовать папку кастом, но есть и другой способ, который подходит именно для модов. В папке мода или эпизод 2 откройте файл game.info. Найдите строки, где указаны пути контента. Пишите следующее. Game, папка вашего мода и название архива. Кстати, я замечу, если у вас десяток фрагментов одного ВПК, достаточно один раз писать полное имя этого архива, без нумерации. Игра все поймет сама. Сохраним и проверим. Контент найден хаммером, а значит и игрой. Все хорошо, но данный метод подходит лишь для модов к играм Source, у которых есть свои папки и game.info. Напрямую в папку с игрой можно пихать контент только в Half-Life 2. В гаррис моде можно использовать контент из других игр. Для этого достаточно зайти в папку config и найти файл mount.config. Открыв его, создайте тег вашего контента и полный путь к ВПК архиву. Сохраните файл и пожалуйста, теперь хаммер может использовать кастомный контент для ваших карт. Если у вас есть что добавить по интеграции ВПК в игры на Source, пишите нам. А пока, удачи, томатачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok